Приветствую вас, друзья! Вы на туб-канале «Всё для клёво!» Сегодня мы с вами находимся на Хаджибеевском лимане и я скажу, что очень много подписчиков задают вопросы по Хаджибеевскому лиману. Почему считается оплата за рыбалку на нём? По поводу червя вот этого, магнатого, который якобы вроде занесён в Красную Клигу, но толком никто ничего не знает, правда ли это или нет. И многие другие вопросы, которые есть по Хаджибеевскому лиману, которые задают подписчики. Мы сдаём в Одесском рыбаханном патруле 28 марта 2020 года. Мы с вами проводим субботник на Днестре. Ссылка на этот субботник в описании к этому видео, поэтому приобщайтесь и вместе сделаем берег гестрочистым. Итак, смотрим ответы на вопросы по Хаджибеевскому лиману. В очередной раз мы с вами находимся в Одесском рыбаханном патруле и сдаём вопросы инспектору рыбаханного патруля Владимиру. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Итак, у нас накопилось очень много вопросов. И первый из них по поводу червя, на который рыбаки ловят пеленгаса. Расскажите, пожалуйста, о нём. Можно ли его добывать? Где можно добывать? И сколько можно его иметь с собой? В общем, информацию именно о черве. Расскажите, пожалуйста. Пеленгасы на Хаджибеевском лимане в основном ловят на морского червяка, так называемый нереус, вид этого червяка. Он также относится к водным биоресурсам и подлежит такой же охране. У него распространяются все те же правила, как на всех иных видов. Это мотыль, омарус, ну там перечень очень большой. Согласно пункту 4.9 правил любительского рыболовства, у нас добыча всех водных бескребетных, находящихся в состоянии природной воли, разрешена для использования их как наживки, а также для кормления аквариумных рыб, весом 0,1 кг на одного человека в сутки. Это мы говорим о добыче. Но там есть одна поправка. Добычу эту можно производить исключительно на участках, которые выделены органами рыбоохраны для такой деятельности. К сожалению, на территории Одесского рыбоохранного патруля таких участков нет. То есть именно в Одесской области таких участков нет? Ну, я же вам говорю, на территории, которую контролирует Одесский рыбоохранный патруль, нет ни одного участка, на котором разрешено добывать насадки, в том числе и червя. То есть в НАТЕ, если продают, его там много у них, то это получается незаконно. Ну, почему? Я же вам говорю, что его нельзя добывать только на территории Одесского патруля. Это такая же самая статья, как и продажа рыбы и всего остального. То есть должны быть какие-то документы у людей? Ну, естественно. Которые подтверждают его законность приобретения, либо на бутя, либо где они его взяли. Точно как на рыбу на рынках должны быть документы, точно так должны быть документы и на морского червя Нерекс. Точно так же должны быть документы и на мотылей, и на все на это остальное. Понятно. На всех водных безхребетних, потому что они также являются таким же водным биоресурсом, как рыба, раки и все остальное. Расскажите, пожалуйста, о платной и бесплатной рыбалке на Хаджибиевской лимане. Потому что некоторые подписчики жалуются, что с них берут 50 гривен за рыбалку на Хаджибиевском лимане. Законно ли это? Ну, значит, у нас Хаджибиевский лиман, он является рыбо-сподорским объектом. И на нем действует так называемый режим специального товарного рыбного хозяйства. Они этот лиман зарыбляют, и поэтому, согласно режиму, который разработан и зарегистрирован в Державном агентстве рыбного господарства, прописаны все моменты, в том числе и любительское рыболовство. На самом деле, да, действительно, на Хаджибиевском лимане есть выделенные зоны для любительского рыболовства. Они прописаны в этом режиме. Давайте поговорим о самых популярных зонах. А можем начать с того вопроса, который интересует всех, есть ли бесплатные зоны. Да, действительно, бесплатная зона есть, она должна быть согласна законодательству. И она идет, получается, от северного околы со села Черняховское, есть такое село в Хаджибиевском лимане, в сторону села Мариновка. Один километр берега. Вот на этом участке любительское рыболовство бесплатное. Теперь перейдем, ну, давайте, к популярным участкам. Самый популярный, наверное, у нас участок это Дамба Хаджибиевского лимана. То есть от села Нати до села Котовка. Вот там, да, действительно, есть любительский участок, и там егеря ассоциации, вот, именно, хочу заметить, егеря ассоциации производят продажу этих билетов за пользование. Все эти действия, ну, я имею в виду егерей, ассоциации по предоставлению платных условий, они фиксируются и в финноделе, в областном. Ну, то есть, то, что они собирают деньги, оно законно. Вот, я вам могу так сказать. Всех там тонкостей, которые там надо, там, какие финансовые документы, я не знаю, я не налоговик. Вот, ну, одно могу сказать, что действительно обелечивание на участках, оно законно. Плюс к этому, когда человек купил этот, так называемый, отловочный билет, вот, он уже имеет право поймать не 3 килограмма рыбы, как в рамках общего пользования, уже 5 килограмм рыбы. Плюс к этому количество крючков у него увеличивается с 5 разрешенных до, уже можно ему, в принципе, 10 крючков. Все, стоимость, ну, они там, у них есть прописано, я так понял, с областным финноделом, им утверждают эту стоимость. То есть, они не могут ее поставить, там, ну, я захотел, там, поставил, там, 40-50 гривен. Как им утверждают такую стоимость, и все, все эти деньги идут на зарыбление, согласно же этому режиму. То есть, потом все эти деньги, все эти отловочные, которые были проданы, ассоциации должны были потрачены именно на зарыбление Хаджбеевского лимана. Вот, и убедительная просьба ко всем рыбакам, если вы приехали ловить на Хаджбееве, к вам подошли егеря, спрашивайте у них обязательно, должны быть удостоверения. Вот, и когда вы оплачиваете эту рыбалку, обязательно просите у них билет. Ну, да. Ну, для того, чтобы не было никаких-то нюансов, потому что всякое бывает, человеческий фактор присущ везде, кто-то там дал, кто-то не дал, кто-то выписал, кто-то не выписал. Ну, то есть, это ваше такое же законное право, как чек в магазине. Скажите, пожалуйста, еще один такой вопрос интересует подписчиков канала «Всёля клёвого» по поводу сетей, которые ставят СТРХ. На какой дальности от кромки воды они могут ставить? Потому что некоторые жалуются, что цепляются за сетей. Я понял ваш вопрос. Значит, смотрите, согласно данной редакции режима вот этой эксплуатации Хаджбейевского ремана, тут прописана только под любительскую зону, выведена именно береговая линия. То есть, береговая линия. Если он имеет изрядное количество рыболов-любителей, которые на него ездят в сезон, то руководством вот этой вот ассоциации Хаджбейевский реман было принято такое негласное решение, потому что, учитывая, что в режиме не было прописано дальности от берега, потому что в старой редакции режима было четко прописано, что 50 метров глубь ремана это являлось любительской зоной. Вот. Институт, который данный режим разрабатывал, я не знаю почему, но не вписал эту фразу. Вот. Но руководство Рахаджбейевского реман, видя, что люди приезжают, что они оплачивают рыбалку, пошли навстречу и своим внутренним распоряжением, внутренним распоряжением охрадили 50 этих метров, которые были раньше. По старой редакции режима, они там выставили буйки, вот они это буквально сделали осенью, вот, и предупредили всех своих рыбаков, промысловиков, что нахождение между берегом и буйками, постановка там орудий лова, будет приравниваться как к лову рыбы в зоне любительского рыболовства. А для них, как для промысловиков, это категорически запрещено. Вот. Насколько я знаю, сейчас весной они по новой выставят эти же буйки в популярных зонах, там есть любительское рыболовство. Почему? Потому что, ну, зима, погодные условия, понятно, ветра сумасшедшие, все эти буйки посрывало, посносило, плюс некоторые недобросовестные граждане там подрезали те канистры, которые были огорожены. Сколько целей, не знаю, может, канистры надо, может, что-что-то. В общем, буйков сейчас нету, хотя они были. Был составлен акт, когда ассоциация обратилась к нам с письмом, выезжала комиссия, смотрела, да, действительно, буйки стояли, это заактировано, зафиксировано. Везде стояли таблички, щиты с надписью, там, про условия рыбалки. Все. Ну, я думаю, сейчас весной наше управление их обязует повторить это все сделать, потому что сезон только начинается. По поводу пеленгаса. Скажите, когда он клюет на Хаджибиевском лимоне лучше всего? Ну, давайте будем так говорить. Пеленгас, как и любая рыба, имеет свои биологические какие-то особенности. Вот. У нее есть какие-то режимы, циклы и т.д. и т.п. Насколько мне известно, рыба такая, как пеленгас, она очень зависит от температуры воды, в которой она обитает. И пищевые процессы у нее начинают происходить тогда, когда температура воды достигнет 8 градусов. Пока есть вода холоднее 8 градусов, пеленгас фактически не питается. Но не фактически он полностью не питается. Это научная такая точка зрения. Вот и все. Поэтому, если вы хотите ловить пеленгаса так, как его можно ловить, я имею в виду, там, на крючки, а не на драчи, на сетки, на все остальное, то надо ждать весны. Потеплеет вода, начнутся клев. Скажите, а насколько безопасно кушать этого пеленгаса? Ну, я вам этого не могу сказать. Знаю, что люди многие едят, пока мы живы. Это вопрос надо задавать. К экологам, да? К экологам, к людям. Есть же у нас лаборатории, которые делают эти анализы, пробу воды. Тяжело мне вам ответить на этот вопрос. Понятно. Спасибо вам большое за ваше интервью. Друзья, вот такое получилось видео у нас. Если у вас будут другие вопросы по Хаджабеевскому лиману, по любому другому вопросу, касаемо рыбалки, любительского или промышленного лова, обращайтесь. Я обязательно задам эти вопросы специалистам Одесского рыбоходного патруля. И вместе мы разберемся во всех спорных вопросах. Вы были на канале Все для Клева. Всем удачи, всего хорошего. Пока.